пояснение по взвешиванию вот стоят эти весы на которых я взвешивался которые сегодня 3 декабря 2022 года показали 114 килограмм вот они голубчики стоят и немного расскажу о своей диете которой я придерживался почти два дня позавчера и вчера обнаружил я жуткую цифру в конце дня 116 килограмм позавчера первого числа и снял взвешивание вот это ролик ужас 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 где написано то что действительно ужас 116 килограмм это у меня такое было давно очень увлекся я хлебами бутербродами ну по видео вы видели а вообще еще раньше я увлекся всякими излишествами типа чипсов сладости вот пиццы я ел 25 лаваши и всякие ноября то есть как не в себя общем ну не то что как не в себя но просто эта пища очень калорийный так вроде небольшое количество и съел а вес прибавился и тоже соль вот это она входит же в состав хлеба пиццы там всякие вот эти чипсы начосы вот эти кукурузные чипсы я люблю в общем набрал я висок и дошло это аж до почти 116 килограмм просто в тот день когда 116 килограмм я утром взвешивался было 115 килограмм утром а я взвешивался днем и там уже после еды так сказать 116 получилось и вот в течение двух дней исключив соль исключив хлеб кстати говоря хлеб я ел позавчера утром последний раз то есть можно сказать за полтора дня у меня слилось около полутора килограмм туши уже не 116 а где-то 114 вот так ну плюс-минус то что я ел короче хлеб и соль это очень очень большой привес дает прям сразу у вас сольется за два дня наверное чуть ли не 20 килограмма и потом еще будет уменьшаться соль увеличивает аппетит когда кушаем мы соленой пищи съедаешь больше соль увеличивает голод да потому что соляная кислота в желудке концентрация увеличивается и требует пищи соль вообще сбивает вкусовые ориентиры и поэтому лучше и конечно не употреблять эту соль вот что еще сказать конечно же исключить хлеб исключить рафинированное масло сахар исключить что там ну все что про природа сама не произвела моя диета называется минимально измененные продукты природы мипп сокращенно это я давно выдумал такую диету и заключается она в том что нужно потреблять продукты природы в минимальной обработке тепловой соляной щелочной кислотный какой угодно то есть вот взяли вы допустим яблоко но можете вы его засушить вон у меня коробки стоят с сушеными яблоками это нормально размочить потом съесть там блендером сделать взяли вы допустим курицу сварите съешьте или в духовку засуньте съешьте ну очень хотите чесноком там натрите не знаю но не надо ее поливать не мукой там не маслом рафинированным не сахаром не солью ничем тогда вы меньше съедите быстрее наедитесь и быстрее сбросите вес картошка ну взять сварить и съесть ну что добавить из маслянистого ну семечки добавьте не знаю а сливочное масло природа не производит если честно поэтому молоко натуральное до жирное хорошее но масло сливочное считаю к тому же она сейчас непонятно с какими добавками к сожалению природа и сыра не производит поэтому вот как то так ну изредка можно позволить себе допустим кусочек сыра я не говорю что все прям запрещать надо но очень очень микроскопических дозах чисто так как воспоминания прошлой жизни пока мы не не приобрели нормальный вес никаких минимально сильно измененных продуктов природы хотя в принципе сыр вот как-то сметана творог но это как заквашивание получается можно посчитать что это тоже минимально измененные продукты природы далее что у нас минимально измененные продукты природы это наверное ну да все вот крупа например сварили съели если взять зерно пшеничное раздробили получается крупа пшеничная сварили съели кашу из этой крупы мука рафинированная отбеленная уже не то ну и сами понимаете никаких майонезов кетчупов все что природа произвела натурального то и надо кушать вот такое пояснение у меня к диете а все что человек извратил по своей природе так сказать сладострастное этого нужно избегать как говорится 30 процентов болезней от плохих поваров 60 от хороших типа того треть болезни от плохих поваров две трети от хороших в общем минимально измененные продукты природы и постепенно постепенно наш вес снизится до нормального и совершенно не нужно голодать а то мне тут писал один человек голодать нет не буду я голодать и вам не советую взяли как крупу сварили взяли там мясо кусок сварили если мясо едите взяли там какие-нибудь фрукты овощи минимально измененные продукты природы природа ошибок не делает какой продукт она произвела тот значит продукт надо нам употреблять а все что люди извращают так сказать искажают это в угоду своему сладострастию желание наслаждаться пищей это на наших парах когда нужно сбросить вес нужно отринуть от себя потому что тут сказать не до извращений не до наслаждений нужно просто вернуть утраченное здоровье вот так я вам скажу спасибо за просмотр подпишитесь на канал дмитрий зарла в яндекс дзен в рутубе в одноклассниках и в контакте да еще поправочка взвешиваться лучше с утра на пустой желудок от встали и грубо говоря в туалет сходили и сразу же взвесились и это будет ваш вес самый настоящий не стоит это особо часто взвешиваться так через денек через два через три не надо на весах зацикливаться утренний вес он самый ценный утром встали грубо говоря пописали пришли взвесились все вот это ваш вес самого утра вот что еще сказать пишите вопросы комментарии у меня большой опыт по сбросу и набору веса то есть я много раз худел и толстел это у меня уже так сказать ветеран я в этом деле могу ответить на вопросы пишите в общем свой свой опыт если интересующий какой у меня рост метр восемьдесят шесть вот сейчас у меня сто четырнадцать килограмм то есть у меня первая степень ожирения кстати вот замечу что прочитала статью однажды в ленте что первая степень ожирения является предпочтительнее нормального веса для продолжительной жизни то есть как бы питательных веществ человек больше накопил но это конечно шуточки наших новостников вес нужно держать нормальный вот у меня метр восемьдесят шесть значит где-то вес должен быть ну ну ладно ну девяносто шесть килограмм ну если не восемьдесят шесть то девяносто шесть а в идеале конечно восемьдесят шесть я себя прекрасно чувствовал выглядел посмотрите на мои фотографии на пляже там шортах восемьдесят шесть килограмм девяносто килограмм девяносто может быть два килограмма вот это вот мой предел нормально себя выгляжу чувствую вот но это индивидуально у кого-то строение такое у кого-то сикое у кого-то кости тяжелые широкие у кого-то узкие у кого-то предрасположенность ну в общем это все детали короче говоря самое главное считаю на начальном этапе похудения исключить соль ну